Что это? Ой, а что это? Написано «Лунные камни». Вика, ну ты вообще молодец! Я вообще обиделась на вас. Завершение вечера. Вкусными суши. Всякими разными. Привет, дорогие друзья. Спасибо, что заклинули на мой канал. Сегодня у нас очень такой насыщенный день. Ну как, не совсем насыщенный. Ответственный сегодня день у нас. У Вики сегодня отчетный спектакль в театральном. И, конечно же, она готовилась к этому событию. Она сейчас в театре. Я пошла пока за кофе. Пока время еще есть. Час до спектакля. Я там уже была. Я ответственная за съемку. Поэтому там все установила уже и пошла погуляю. Посмотрю. Нужно кофе, в общем, хочу купить. Как пройти? Ладно, соображу. Так, ну что, кофе я нашла. Рассказываю. Вчера ничем не занималась интересным. Занималась домашними делами. Думаю, никому не интересно смотреть, как я мою окна. Но если вдруг интересно, пишите в комментариях. В следующий раз обязательно покажу, как я мою окна или полы, к примеру. Я, если честно, переживаю, волнуюсь за Вику, чтобы она все нормально отыграла. Потому что были некие проблемы на репетициях с поведением, к сожалению. С актерским мастерством у нее все хорошо. Так что, ну, ждем начало спектакля и радуемся за нее. А завтра? А завтра у нас интересный день. Мы планируем в честь окончания второго класса. Вот у нее был праздник. Но мы еще с семьей решили выбраться в парк. В какой, правда, до сих пор у нас идут споры. Либо Трое, либо Горького, либо в Юка-парк. В общем, ну, какой-то мы выберем. И завтра обязательно все покажем. Так что, ну, а пока идем в театр. Вика, вы что вышли? Вы куда сейчас, в гримерку или куда? А? Вы переодеваться пошли? А? Она тебя мне сдала и все. Это с собой, а я знаю. С собой выключил. Ты обувь не потеряла там где-то чешки? Обувь, пожалуйста, положи. А где мы переодеваться будем? В гримерке, Вика. В гримерке вы будете переодеваться. А ты мне там покушать принесла? Ну, я там блинчики взяла, орешки и бананы. Арина, ну что забегать не было? Вика. Построились за Ксюшей в паровозик? Будете как маленькие ходить, чтобы я вас не потеряла. Дети строятся, давай-давай, стройся. Подбежитесь, пойдем. Паровозик. О, а струбетки надо. Давай-давай-давай. Все, не опаздывать. Все идем в Бальгиню. Да. Я пойду вас поснимаю немножко, как вы там в гримерке. Можно меня снять? Можно меня снять? Себя снять? Привет. Меня не надо. Хорошо, не будем. Все. Что сейчас? Переодеваться? Мне, короче, можно сколько учиться? За костюмами пошли девчонки. Вообще, кто куда? Пошли они, в общем, за костюмами. Сейчас вернутся в гримерку и будут уже переодеваться. Конечно, в процессе я этот снимать не буду, но как их грим накладывают, я это покажу. Девчонки заняли очередь на грим. Николай, ты следующая, да? Я грим рисовала. Побежала, очередь занимает, даже не обулась. Я не красивая. Теперь Вика сняла. Конечно. Я не знаю. Она вообще с чем-то. А что мне страшно? Зайчка приносила? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Все, я показываю. Вы потом посмотрите. Друзья, спектакль длится довольно долго. Выступали сразу три группы. Младшая, средняя группа, в которую ходит Вика, и старшая. И поэтому он длился довольно долго, примерно 1 час 30 минут. Я вам покажу кусочек, где выступала Вика. Хочу сказать, что от спектакля я в восторге. Он очень интересный, очень насыщенный. И это время пролетело просто как одно мгновение. А ребята такие очень талантливые. Они все просто большие молодцы. И, конечно, я очень горжусь Викой, как она отыграла своего персонажа. И сейчас вы это тоже увидите. Белочка, Белочка, куда ты бежишь? Камушка на камушек. Как камушка? Бегу по камушкам. Хорошо. Вот и мне так. Муравей, ты что против? Скоро зима, а ты позже шутаешься. Ладно. Стой, давай поговорим. О чем? О чем хочешь. Некогда мне разговаривать. Воду надо везти. А пойдемте гулять по узной дорожке. От такой холодной воды даже уши упали. Точно не пойду. Привет, миллесонок! Мы идем гулять за зеленую лошадь. Ты с нами? Вика, как она угла? Вика, как она угла? Джавец! Останет шутки. Вика, как она угла? Вика, ну ты вообще молодец! Я вообще обиделась на вас. Ну что вы мне подарили цветочки? Я папе говорила, а он почему-то не купил. Не знаю. Ох, ну что, мы дома? Красотка. Там сладкое, наверное, что-то, да? Не знаю. Не знаешь? А я пока покажу. Вот такую грамоту дали ученице первого года обучения. Вика, но если будешь второй год, ты будешь... Что это за? Не знаю. Если там сейчас на сквере. Что это? Ой, а что это? Написано «Лунные камни». Подожди, давай прочитаем сначала. А, ну давай, вытащи с пакета и прочитаем. Вика, в гриме. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Да, это точно. Давай, открывай. Давай, открывай. Интересно. Слушай, интересный подарок, правда? Каким-то печеньем пахнет. Ну-ка. Да, кстати, очень вкусно пахнет. Ну-ка, мне очень интересно. Я не понимаю, как это открыть. Тебе помочь? Да. Посмотри, давай. Сил, в общем, у ребенка не хватает. Правда? Конфеты. Тут конфеты, они, наверное, нереально вкусные, потому что они очень вкусно пахнут. Это не те конфеты, которые, помнишь, мы ели в этом челлендже. Вкусно? Можешь попробовать. Есть конфеты в виде камней. Вот это, вот они и есть. Там внутри шоколад. Вот такие вкусные, сладкие подарки. Молодец. А завтра мы идем праздновать в парк. Так что, либо мы вам... Так что, либо мы покажем это в этом видео, как мы идем в парк, либо в следующем. Ну, на всякий случай, пока-пока, увидимся в следующих видео. Пока-пока. Короче, у нас папа немножко опростофилился. Вики не купил цветов. И он заказал суши вместо цветов, Вика. Это такой подарок, знаешь, можно найти палочки. В завершение вечера. Смотри, мама. Вкусными суши. Мама, смотри. Смотри, можно открыть эти суши, вот так на палочках посадить, и такой букетик.